Леонид Кравчук. Родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства Польши. Первый президент независимой Украины. 8 декабря 1991 года от имени Украины подписал историческое Беловежское соглашение о прекращении существования Советского Союза. Герой Украины. Женат. Имеет сына. Леонид Макарович, доброго дня. Доброго дня. Я дуже щасливий, що ми сьогодні з вами зустрічаємося. Це вже який раз, навіть не пригадую, який раз. Ну вже немало. Немало. Леонид Макарович, оскільки аудиторія Ютуба переважно російськомовна, тому що люди живуть від Австралії та Нової Зеландії до Канади. Чи можу я вас попросити, щоб ми спілкувалися сьогодні як виключення російської мови? Безумовно. Я зацікав не в тому, щоб люди почули і зрозуміли, що ми говоримо, зміст, характер розмови. А так як російською мовою буде легше, то я погоджуюсь на такий сценарій. Дякую. Леонид Макарович, три окупації ви пережили в дітку. Расскажіть, що це за окупації були? Ну, перша окупація – це була окупація польська. Пельсутський тоді наградив своїх воїнів землі. Кожену виділил якесь кількість землі. І ті найкращі землі, які були в нас, в Україні, в Западній… Ну, не в Западній, а в Волинь, по суті. Ну, у вас Ровінська область, але Волинь, Больша Волинька. Да, Больша Волинь. Ці лучші землі він отрізав від нас і передав своїм воїнам, полякам. І от ми жили, ну, буквально, межа у межу, як говориться, з польським паном. К сожалению, я вже не помню його фамилию, але село знало його, сем'ю його, жена була дуже гонорова пані, дуже. Вся говорили, дуже гонорова пані. А вони нас, українців, які жили, называли завжди словами, які нас оскорбляли, і які свидетельствують до того, що вони відносяться як к чому-то низькому али низьшому, нежели вони. Ну, наприклад, які слова? Бідло, хамы. Вот так говорили? Да. То є, вони не считали українців людьми равними себе. Вот, саме главное. Пані тож гоноровий був? Гоноровий, але менше. Во-первых, ми пана видели менше, він де-то все время був в роз'їздах, а пані була там. Че я то знаю, мої родители, отец і мать, ходили к ним на роботу. Потому що землі-то у нас було на полтора гектара всего, і то не полних, там де-то. І быстро її обрабатували, а жити-то треба. І не ходили на панщину, як говорилось. І роботали за снопа. Тому я почувствував тогда, в детстве, що це наші недруги, от так, внутри. Тому був такий случай. Ну, черешні растуть, дорожка така, там у них красиво було, все ухожене. Я иногда, а то недалеко, я говорю, межа в межу. І я решил часто пойти посмотреть, як работають отец і мама там. І однажды я вже май-месяць, чи іюнь, біжав к ним. А тут черешні прямо над головою. Ну, я ж деджеребенок був, це був, значить, я 34-го року, це був 38-й год. Чотири годи? Чотири годи. Пані вийшла, я сорвал черешні. Обізвала мене і побіла мене. Руками? Руками, да. Побіла как, по лицю біла прямо? Ну, по голові там. По голові? По плечам. Ну, ну, как, от так, от. Где ударить, там. Четырехлетнього мальчика. Да, я плакал, конечно, побіжав к родителям. С тех пор у мене появилось чувство, що це наші враги. Я не зрозуміло, за що мене бьют. Ребенок не зрозуміло. За черешню? І вот с тех пор я выработав себе такое внутреннее неприятие или враждебное отношение к тем, кто пытается, пытается любим способом применить насилие к человеку і ко мене лично. Моим близким. Я це не розпринимаю. Це для мене знак неуваження національного принуждення или національного непринятия як человека і принуждення. Польська оккупация була первая. Дальше? Советська. Советська. Це вже 1939-й год. Потом... Нет, це не 1939-й годин. Советська армия вошла. 1939-й годин. 1939-й годин. После пакта Молотова-Ребенок. Вошла Советська армия. Я впервые увидел, то я польських видел солдат, а то видел советських солдат. Отличия какие были? Ну, во-первых, они были не такие по форме. Это очень обмотки были, вот назывались, не в сапогах, не в этом. Батинки і таким тряпками замотанной ноги. Очень плохая была одежда. Они, поляки, были, ну, как бы, всем телом, всей своей... Входовани. Входовани, красивые такие, вышколены. А эти были такие, ну, в общем, ближе до сельского населения. Интересно. Да, вот так, если брать, ну, ближе, но не... И поэтому мы на них смотрели с очень большим интересом. Они вроде как бы наши. То есть, они говорят, мы понимаем, хотя говорят там на русском языке, но мы понимаем. И все было хорошо до тех пор, пока они не заявили о создании колхозов. Да. Так, ну, принимали вроде все. А когда начали создавать колхозы и забирать все на... Корову, все было, буквально. Вы заскучались за поляками? Ну, представляешь, забрали коров со всех, а держать их там не было уж фермы, не построено еще. Их привязывали, коров, где попалось. Плохо кормили коровы, рвали эти веревки и приходили домой. Они снова забирали. Потом начали забирать зерно, чтобы сеять. Ну, понятно, что тут... Причем никто же не то, что эквивалент какой-то давали, просто забирали и все. Вот тут люди уже поняли, что это что-то не то. А потом начали забирать людей, тех, кто понял. Не просто людей, начали создавать какие-то... Вот скажем, надо как на панщине. Есть воз у тебя, лошадь, ты должен... Вот я с дедушкой ездил в лес, пылять здоровенные вот эти, ну, насколько можно, деревья и возить колоды, как они это называли, в нужное для совета время, для какого-то строительства. И мы днями возили эти колоды. Все, кто взрослые, работали уже на колхозных землях. Они были порядка с нашими. Люди не понимали, где наши, где колхозные. И прямо говорили просто, надо пойти нарвать буряки на колхозных полях. они не понимали, что это товарство. Это наши земли. Ну, когда, извини, дом, твоя земля и рядом колхозная земля. Вот такая маленькая межа. Ну, как воспринять, что это чужое? Всех. Всех, значит, и мое. Но роптать начали люди? Ну, конечно. Собирались вот так, ну, семьи мы, и не только семьи мы, соседи, и задавали вопросы. А как это понимать? Что это такое? Вроде обещали нам, что наши объединились, пришли наши, не чужие, а советы, называли. Мы будем жить хорошо вместе, а тут получается вот такая штука. Поэтому роптали. Но и сегодня так и тогда было не очень громко. Тихо на кухне, во дворе, в доме, а чтобы так организованно выступить, такого не было. НКВД вы видели тогда? Забирали людей? Были репрессии какие-то или не успели? Тогда мало. Это уже было после войны. Тогда мало. Тогда очень мало. Они еще не почувствовали момента сопротивления и момента страха или боязни, точнее сказать, что эти люди могут протестовать. Всем видом люди демонстрировали покорность. Вот это было очевидно. Да, роптали, али тихо. Да, возмущались, но тихо. Но на панщину колхозы, как говорится, ходили и работали ни за что. Ни копейки не платили. Мама с папой понимали, что одну беду променяли на вторую? Мама не очень, а папа понимал. Понимал. Мама ходила в колхоз, а папа отказался категорически. Почему у него и жизнь сложилась совсем по-другому, я бы сказал так, по сегодняшним меркам трагично. Потому что его приглашали много раз возглавить там некоторые участки в колхозе. Он категорически отказывался. Ферма там, конюшня, как они называли, ну, это что, это же не руководство, а просто бригадир там или где, он отказывался и не ходил. Третья оккупация немецкая. Вы помните, как в село вошли немцы? И какие они были? Я очень хорошо помню. Отец еще отца еще не забрали тогда в армию. Не успели в советскую армию. Но его вызвали в военкомат и должны были через несколько дней, уже он готовил деревянную вализу там какую-то мешочек, торбу, чтобы склазься. И тут началась война. И все, отложили его приход в армию, поход вернее в армию. Пришли немцы, но стрелять, когда начали мы не видели, кто стрелял, но стреляли с двух сторон где и что. Мы все залезли в погреб, это назывался в нас лёг, по-польски. Это цементированный погреб. Не просто так. Свод цементированный, крыша, люки. То есть сделано добротно. Если что-то упадет, то можно мина или снаряд, то мы считали, что выдержит. Мы пришли, сели там. И вот чувствуем, что что-то творится, крик ура, немцы что-то шаргучут. Так снова ура. Утро мы выходим, тихо никого нет. Ни советских, как мы говорили, ни немцев. А это уже был июль месяц, и пшеница уже подросла вот так на полях. И вдруг я стою, рядом колхозная пшеница. И оттуда на мотоциклах из пшеницы. Прямо с пшеницы выезжают в строем немцы в касках форме. Этих мотоциклов я никогда таких не видел. С автоматами на перевес. И на поляков не похожи, и на советских не похожи. Здоровенные солдаты говорят, что-то между собой приходят к нам рус, рус, рус. А дедушка говорит, нет, украинец. Не смотрят на него, не понимают, что он украинец, скажет. Ну, посмотрели на нас, ну, дети, женщины, махнув рукой, офицер, очевидно, был, я не помню то, что он здоровенный, помню, немец, но мне он казался очень крупным. И не ушли. Вечер, контратака советской армии, контратакой. Ух ты! Разбили этих немцев, перестреляли буквально те, что вошли в наше село. И сказали, выселяйтесь, потому, что здесь будет большая война. советская уже. Мы собрались, все оставили, буквально. Коров, свиней, ну, все, что. Даже по сегодняшнему пониманию, я хотя бы подкрывал, там, хлив, как назывался. Ничего, так осталось все худобо. И мы ушли в сторону ровно, бармаки называлось. Вот что тут важно, я, когда, когда мы шли этой дорогой, до, ну, сельская дорога, можно было проехать там машине, с двух сторон лежали убитые немцы, так, штапелями. И машина ехала и грузила в кузов. Отец все был с нами, отец. Мы зашли с дороги, бармаки, надо идти через поле, но, я повторяю, очень высокая была почему-то пшеница, или рожмися, или... И кому-то пришло в голову, я не знаю, кому, из наших семьи, чтобы случайно нас не подстрелили, чтобы я сел на плечи папы, чтобы видно было, что ребенок. Вот я сел вот так на плечи, ноги спустил, он взял меня за ноги, и мы шли этой стежкой через поле бармаки. Там мы ночевали, на другой день никто нам ничего не говорит. Никого нет снова ни немцев, ни советских солдат. Мы возвращаемся назад в село, корова ревет, свиньи кричат, собака гавкает, но все стало живое, понимаешь? Ну, что корова? Недоенная. Она бежит прямо к людям. Ну, мы тут все привели в порядок, и так уже остались. И пришли снова немцы. Да. ну, недолго. Недолго, потому что пока война была до 44-го года. Конечно, это была очень сложная жизнь. Невероятно. Они закрыли все. Школы буквально закрыли. Вы не учились, да? Я пошел первый класс, школу закрыли. и я уже не учился потом. И мне было очень хорошо, что не надо учиться. Я уже занимался хозяйством, я уже чувствовал себя хозяином земли, что хочешь, что рыбы, голову. Но в селе немцы не зверствовали? Ну, во всяком случае, до тех пор, пока не было протестов таких, а протесты были, они приходили из других сел, как их называли тогда бандеровцы, так называли, они начали бить немцев. Немцы тогда решили, немцы сжигали же села подряд, там, где убивали немцев, сжигали села. Ну, такой случай был, я о нем очень хорошо помню, не все, что с детства было. Праздник, кажется, троица, вот, мы с дедушкой вдвоем пошли в церковь. И в церковь пришли, как мы тогда называли бандеровцы. И кто-то донес, очевидно, что бандеровцы на территории церкви, немцы окружили церковь, а те приходили с маленьким оружием, пистолетами, бандеровцы, и они выбросили их прямо на землю, там, где похованы люди, и так дальше. немцы пришли, увидели, окружили, и потом, я знал, что они говорили, расстрелять всех. Всех? Всех. Но они не делили. И вы там. И я там. Стали, окружили, как сейчас помню, солдаты, поставили автоматы, нас до кучки. Вы понимали, что происходит? Ну, знал, что будут стрелять, но чтобы я чувствовал, что это такое, как говорится, смерть или что, ну еще ребенок не может. Люди плачут, молчат, дедушка стоит и молчит, а женщины плачут, шумят, но батюшка, как называли, священник, владел немецким языком. Он был у меня села, его приезжий батюшка был, священник. И он вышел и начал говорить, что я видел, а не понимал, что они говорят, но видел его длинный разговор с офицером. Все вроде складывалось более-менее уже благополучно, но тут женщины не выдержали, и начали бежать из церкви, через заборы прыгать, и немцы начали стрелять. Не по ним, пока вверх. Дедушка падает на землю, берет меня и под себя и сказал мне, лежать, не вылазить из-под него. Ну, тяжело же лежать. Дедушка небольшой был, но все равно взрослый человек. И вот я лежал и слышал вот эти крики, шум. Не знаю сколько, потом все затихло. Дедушка встал, я тоже еле встал, и мы пошли домой. То есть, это я помню, как расстреливают людей, как люди кричат, как они боятся, какой шум, это жуть одна. Такие крики нечеловеческие. Обычно люди кричат как, ну, плачут, кричат, если выражают какие-то эмоции, а тут страх, жуткий страх видно. Но мы не плакали. Мы лежали тихо, но дедушка вообще не плакал, дедушка у меня был участник брусиловского прорыва царской армии. Он был... Это отца отец, да? Отец отец. Участник брусиловского прорыва, награжден был. Очень гордился этим. Рассказывал очень интересно, как там прорывали царские войска, немецкие оборону, как побеждали. Так он... А он возил на лошадях армату, как он сказал, пушку. То есть он был в кавалерии, которая... Не кавалерии, а в обозе, которая возила оружие и снаряды. Немцы не пытались вас больше вести на расстрел, расстреливать? Нет? Немцы нет. Все. Это был тот случай, когда пришли они, они пришли, потому, что кто-то донес, бандероваться. Но мы видели, как рядом горели села. Вот кого-то там, особенно, если немцы хоть одного убили. Хоть одного. Все село сжигали. Ваш отец служил сначала в польской кавалерии, когда вы были под Польшей, а потом в Красной армии. И погиб. Вы знаете... В Беларуси. Вы знаете, как он погиб? Нет, это нашли только документ, что он погиб. Поисковые пионерские отряды. Это уже после войны? Абсолютно. Я вообще не знал, где погиб отец. Дед, говорят, погиб. Пришла маленькая бумажка. Ваш человек загинув на фронте. Где не было сказано. Мама плакала? Ну, это было воскресенье, принес паштальон. Я был где-то в стороне, помню, мама бежит, плачет и падает. Бежит, падает. Я не могу понять, что такое. Прихожу, загинув батько. Где? Никто не знает. И уже только после войны вот эти сформированные отряды пионерские, поисковые, когда находили там разных и солдат. Сотни тысяч непохороненными лежали вообще. Да. И когда я впервые поехал на то место, которое нашли уже будучи президентом. Да, вы что? Да. Это Белоруссия? Братская могила? Братская могила. Пинские болоты. Пинск. Вот. И мне помог тогда очень сильно это все Шушкевич. Он пригласил, нашел, нашел с помощью этих поисковых групп. И мы были на том месте. Была такая небольшая встреча с людьми. Ну и тогда я взял землю с могилы, официально сделали такой гильзу за землю и похоронил его рядом с мамой. уже в селе. Там делали такие похороны. Родственники собрались, близкие люди прямо на кладбище. Сколько отцу лет было, когда он погиб? 38. 38. Вот вам сейчас 86 лет. Я тогда, вот я тоже помню это время, я всегда, он мне казался таким большим и взрослым. Он был такой крепкий мужик, природой крепкий. И умный видно. Ну достаточно, да. Крепкий, потому что я помню такой случай, сельская молотилка, знаешь? Ну такая она тяжелая, лошади вуют, и молотит лошади. Она весит где-то килограмм четыреста. Молодилка. Он ее сам поднимал. Если представить ее, он заходил в середину, брав вот так вот и приставлял. То есть был крепкий очень. А когда нужно было спрятать зерно, уже вот колхозу. Так была скрыня такая, огромная скрыня, мне казалось. Эту скрыню насыпали полную зерна. Закрыли, запечатали, привязали, вырыли яму глубокую, глубокую, обложили соломой. И он взял эту скрыню на плечи. Я шел сзади за ним, почему я хорошо помню, и держал за кус, за какую-то часть этой скрыни, он принес ее, это неблизко, в эту яму упустил и засыпал. То есть был здоровый. Вот вам сегодня 86 лет, ему было 38. Вам сегодня в вашем возрасте отца жалко? Конечно. Вот я когда говорю об этом, но я сдерживаюсь. как-то я научился управлять эмоциями. Я научился благодаря 50-летней политической жизни. Я 56 лет в политике. 56 лет. И я научился слушать то, что меня интересует. Вот я сидел на Верховном Совете когда, они говорят, а я не слышу. только кто-то начинает что-то важное раз, и меня спрашивали, как ты это можешь? Я говорю, не знаю. Я действительно не знаю. Я научился слышать только то, что мне надо. Но это пошло дальше. Вот в семье собираемся на Новый год. Ну разные разговоры бывают. И хорошие, и плохие. Кто-то кому-то не нравится. Начинают какие-то претензии. Я сразу отключаюсь, и живу своей жизнью. Я что-то думаю, сопоставляю. И он Андрюша, ему 38 лет. Он такой взрослый. как отцу, когда он погиб. Совершенно верно. И они говорят, что ко мне обращаются. Он говорит, ну перестаньте. Вы что, не видите, что он вас не чует? Я не чую. И от политики. Я там сижу, слушаю ток-шоуу, скажу. Смотрю, выступает. Если хоть какое-то рациональное слово скажет, я сразу его слышу. Если он говорит чепуху, я тут же отключился. Антония Михайловна, мы вдвоем слышим. Ты слышал это? Я говорю, что? Управлять эмоциями. Чувствую иногда очень тяжело. Просто невероятно. Все такое, голова шумит, слезы где-то близко-близко, глаза влажные, но я смогу устоять от того, чтобы не выразить полностью свои эмоции. А вы думаете иногда о родителях? Особенно маму. Думаю про маму, потому что отец в 39-м ушел, в 44-м ушел, в польскую он пришел. Мне было 10 лет. Ну понятно, что я еще не все. Тем более он был в польской армии, занимался хозяйством часто. Я все время с мамой. и вот мы когда остались вдвоем с мамой, это уже 45-й год. Дед мамин отец и дед папин отец. В каждую своя земля. Мамин отец жил дальше, а мы жили с папин отецом, дедом своим. У нас была лошадь, а лошадь я поймал на поле после войны, вот когда уже немцев гнали советские снова назад. Бесхозная лошадь. Кавалерийские и тяжелые лошади они оставили, немцы, и убежали. И лошади бродили по полям. Я взял кусочек хлеба, пошел на поле и подошел к этой лошади, дал ей кусочек хлеба, и она пошла за мной. Пришла, я привел, а хлев, называется так, хлев, частина это сарай по-русски. Значит, сейчас часть это свиньи там, другая часть лошадей и коровы. А разделяло это, ну, называлась у нас шопа по-польски. Как это переводится, я, честно, не знаю. Я привел эту лошадь, а она в хлев не лазить. Высокая, здоровенная. И могла разместиться только в этой шопе, где не было дверей и крыши. Шопа была открыта. здоровая, сильная. Конь он был. Надо же его давать. Это было уже почти осень, он. Но ее кормили дедушки. А дедушка, как участник брусиловского прорыва, возил лошадьми, имел дело. Страшно любил лошади. И он проходил, садился в этой шопе, одевался, сидел и любовался этой лошадью. Вот среди теперь, скажем, животных у меня собака и лошадь. Самые для меня дорогие животные, которые постоянно с ними как жил собакой до сих пор. Недавно только у меня погиб, ну, умер, вернее. Прожил свою жизнь, 13 лет фактически, овчарка, сколько положено ему. А лошади, конечно, нет. Но что произошло дальше? большевики, как мы их называли, большевики, иначе не называли. Вернулись. Або советы, або большевики, когда они вернулись, я поймал эту лошадь, когда были большевики, увидели здоровенную лошадь и забрали ее. Ну, забрали. Куда? Мы не знали. Но нам оставили такую маленькую кобылку называли. Ну, манюсенька такая, что я доставал рукой. Вот на этой кобылке, что я помню хорошо, я орал землю, пахал. Она, ей тяжело было одна тянуть плух. А мне было еще тяжелее. Особенно плух идет вот так вот, да, что ты вот так ходишь. Когда идешь прямо, ну, идешь плух нормально. А повернуть и занести плух, говорит, занести треба плух, а я ж поднять не мог. Мне надо было ее наладить, так, чтобы я вырулил на следующую борозную. Руки болели? Не только руки, все болело. Но я гордился тем, что я орал. Я приходил, маме рассказывал, сколько сегодня выгорал. И как это было. Мама говорит, молодец. Я просто не чувствовал себя от радости, что я уже начинаю быть нужным и полезным. Поэтому с тех пор я готовил себя стать хозяином земли. Про школу, про учебу и близко я не думал. Я хозяин, вот моя земля. То есть с тех пор я часто говорю, я відчуваю дух и силу земли. действительно я не просто так. Человек, который не родился на земле, ничего на земле не делал, не поднимал эту землю и использовал для того, чтобы она была его кормилицей, он не чувствует силы и значения земли. я хочу вас спросить, вот много писали в советское время, и сейчас иногда можно прочитать о том, что когда вернулись советская власть и большевики, появились люди не согласные с ними, их называли бандеровцы, которые в общем-то зверствовали и прибегали к террору против мирного населения. были ли в вашем селе или в соседних селах такие случаи, когда вырезали людей, я не знаю? Было, но тут у нас было очень сложно, потому что за немцев и уже за советское время были отряды полиции, куда входили польские отряды. Ух ты! Бандеровцы это наша сторона, как говорится, украинская, но мы их не делили, и те были против нас, и те против нас, потому что и те забирали все, и те забирали все. Приходили ночью, скажем, будем называть бандеровцы, но там были мельниковцы, трудно, это было очень сложно. И говорили, стукают в окно, дедушка выходит, что мы забираем у вас корову, або забираем свиню, для життя наших хлопцев. Все. Если ты против, тебя бьют. Дедушка как-то раз вышел. Дедушка был за. Выйшел, говорит, одна осталась, уже все забрали. Они ее побили палками, ледвие ее затягли до хаты. Тобто сопротивляться нельзя. Кто это был, трудно сказать. Подигрывали, скажем, НКВД одевалось бандеровцев и говорили, что они бандеровцы. А на деле они НКВД. Бандеровцы одевались под НКВД и говорили, что они НКВД. Мы не знали точно, кто приходит. Ясное дело, что нас не считали або считали только людьми, которые должны поддерживать. Вы должны кого-то поддерживать. Кошмар. Но, скажем, женщина, девушка, еще не замужем, родного брата дедушки, двоюродно для меня, просто пришли, утром ее нет. Начали искать, ее бросили в колодец. Живьем? Ну, мы не знаем. Ну, она там поїбла, конечно. Очевидно, живем. То есть, как чему? Репрессии были, не просто репрессии, а убийства. Или, скажем, зимой выходишь, обычно в хаты сельские идет дым. Уже с хаты дым не идет. Приходят, всех вырезали. Кто? Не знаем. информировать НКВД нельзя было померливить тифу або какой-то хворобой. То есть, нельзя было рассказывать, что-то вырезали. Кто резал, как резали. Сельские люди не знали этого всего. Настолько было тяжелое положение людей. Там горят села, там убивают, у нас вырезают, родных убивают. Какое страшное время, да? Страшное время, и все же надо пережить, видеть. Это я рассказываю, то, что я видел собственными глазами. Кошмар. И когда сегодня, ну, как будто не хочется, говоришь, плохо, плохо сейчас, я сижу и думаю, если бы вы хоть один день пережили то, что я пережил, и не только так далеко близко закончил я университет, я перескакиваю. И меня направляют в Черновцы, преподаватель финансового техникума. И мне дают квартиру, так называемую, надстройку над Ленинской комнатой. надстройка над Ленинской комнатой. Мы уже с женой приехали. Одна комната и маленькие прихожие. Выходить на нее можно было только сбоку лестница. Никаких удобств. Это вообще комнатка и кухонька, где можно было включить этот забыл, как называется. Ну, такое было. Использовали люди для приготовления пищи. Самовар, не, не самовар, имело название, куда. Качаешь ее, и она начинает гореть. Может, вспомнил, может, нет. Все. Туалет? На улице? На улице. Ванной нет? Ну, ничего абсолютно. Больше того. Это было женское общежитие. А это хорошо. Для меня да. Для жены да. Она могла ходить в туалет в женское общежитие. А мне надо было ходить на площадь. Но нет ничего нигде. Приходилось терпеть? Ну, ходил. зарплата 120 горбонцев на двоих. На двоих? На двоих. Ничего нет. И то, что сравнивать, конечно, понять может только тот человек, который это прижил. Поэтому, когда говорят плохо, я молчу. Вот если я это говорю, есть правильный ответ. Ну, нельзя ж быть постоянно так, как было. Надо жить, чтобы было лучше. И правильно говорят. И я тоже за это. но я акцентирую, что когда говорят трагедия завтра, вот уже погибнем, уже все, уже ничего нет. Чего начинает разговор обычно? Опозиция особенно. Чего? Все плохо? Плохо. Ну, мало того, что плохо. Будет еще хуже. Хуже. И держава загине, обовязково загине. Уже просто есть знаки гибели. Я уже выдверто сказал, типун вам на язык. Вы вспоминаете надстройку над ленинской комнатой? Да. Потому что я знаю, что бы вы ни говорили, уже таких пророков я видел. Но зимой грело ленинское учение, видно, снизу, с ленинской комнаты. Была грубка, называлась. Печка, да? Печка такая. Надо было искать, покупать дрова, топить, какой газ, о чем вы говорили. Ну вот, в этой комнатке, ленинской комнатке, родился мой сын. Ничего в нос нет. Ребенок, надо ухаживать, надо воду носить в ведрах, но не только носить летом, то так, а внешне вылазишь, а там эти ступеньки, они замерзают. Ну сейчас бы я наверное и поднялся уже. Надо было с водором и воды и греть воду на том керосинке, так называлась керосинка. Ни памперсов, ничего. Какие памперсы? Стирать надо постоянно, было плюшки, как было когда-то в 18 веке. Плюшки стирать надо. Вот это все я рассказывал то, что я Париж лично. Это же не сказка какая-то о комбе. А когда говоришь о себе и сказать что-то было давно, не очень буквально. Ну конец прошлого века. Леонид Макарович, после войны о том находились ли вы на оккупированной территории вас часто спрашивали? Я писал автобиографии, когда поступал в университет, писал. Это 1953 год, это уже будем говорить время, в котором что-то извините, ты когда родился? В 67-м. Ну вот, я в 53-м поступал. Так вот, я писал автобиографии, жил на оккупированной территории. И это клеймо было, да? Вот обязательно. Но это клеймо было или нет? Ну, конечно. Отец и мать жили на оккупированной территории. Это означало, что ты уже неблагонадежный. Да, неблагонадежный. Карьере в коммунистической партии это мешало в какой-то степени? даже серьезно мешало. Но учитывая то, что я неплохо разбирался в проблемах, то это, что я разбирался, как-то подавило то, что со мной тянулся негатив. А негатив тянулся не только лично, а семьи. Младший брат Митрофан собирались с такими же хлопцами в доме у нас. Я помню, приходил к ним. Я не понимал, о чем они говорят. Но я чувствовал по словам, что они говорят, что нужно создавать что-то свое. То есть его можно назвать прихильником национальной идеи, если так грубо. И в 1939 году, когда пришла советская власть, его забирают в армию служить. Он уже был взрослым. Забрали служить его. И он служил в Куйбышевском городе Куйбышев. Это Самара сейчас. Да, Самара. Его отец мой дедушка написал ему письмо. Писал он. Он немножко церковно-приходскую школу закончил, дедушка. То есть кое-что читал и писал. Написал письмо, что, сын, вот такая ситуация. Я недавно, говорит, был на границе с поляками. Заходил туда. У них, говорит, солдаты хорошо одетые. Очень. Такая, говорит, хорошее сукно, как он писал. Люди видели. Хорошо питаются. Земля у них хуже, чем у нас. Они живут лучше. Я не могу понять, в чем же дело. И тот же Митрофан в казарме прочитал это письмо. Донесли, ее арестовывают за антисоветскую пропаганду. И тройка принимает решение там же на станции, где-то я там не был, расстреливали. И у меня есть документы эти все. И донос есть. Все. Мне уже Марчук. Это уже когда стал. Я не тогда эти документы получил. Когда президентом стал. Он нашел где-то ровно в архивах. Но я теперь начал понимать, почему меня постоянно ограничивают где-то что потому, что среди родственников был националист, которого расстреляли за антисоветскую пропаганду. Леонид Макарович, а КГБ вас когда-нибудь вербовал? Были попытки? Нет. Почему? Партийных работников не вербовали. Такой был указ. всех советских комсомольских комсомольских священников. Всех подряд, кто только выезжал за границу обязательно ставили задачи, а потом уже постепенно приобщали к делу и давали клички. Скажите, а это правда, что и вы, и Кучма смертельно боялись КГБ и СБУ? Ну, боялись. Мы говорили с ним, с Кучмой, не раз. Я говорю, Леонид Данилович, кого больше всего боитесь? Он говорит, службы безопасности и охраны своей. Я тогда, он первым это сказал. Я сел, начал думать, а к чему я этого не так не оценил сразу. И тоже пришел к выводу, что надо бояться. Потому что они доносят все. И кто среди них друг или враг, завербованный он или нет, он сегодня в службе Украины агент Москвы или другой страны. И сейчас никто не знает точно. Знаю только одно, что их там есть немало. И Ельцин, говорят, боялся очень. Все боялись, все, кто знал всю эту систему, знал, как строится эта система. боялись. Он знал, что надо бояться. И надо быть осторожным. Но я меньше боялся, чем Кучма, но я был более осторожен по природе своей. когда вот эти записи Мельниченко сделал в кабинете Кучмы и все это. Мы знаем, что было. Я Леониду Даниловичу сказал, слушай, говорю, в постели не говори ничего. Жене говори только то, что можно говорить. Лучше всего говорить о сексе. Пусть слушают. Потому что ничего нельзя говорить президенту вслух. То, что не касается национальных интересов государства. И говорить то, что требуется говорить с точки зрения политики, национальной безопасности и международного права. Чтобы нияка, кажется, свинюка не подкопалась. Поэтому я знаю, что меня слушали. Конечно, конечно. Больше того, я знаю, где слушали и как слушали. Но что можно слушать, если я с кем-то встретился и говорю о вещах, которые их не интересуют. они слушают. А что ты возьмешь с него? Поэтому и сейчас, когда я встречаюсь с кем-то, я говорю, будьте осторожны. Это не то, что боишься. Боишься тогда, когда ты ничего не делаешь. Я могу сказать, что я не боюсь, потому что я подписал Беловежское соглашение. Да, уже бояться поздно. Мне уже бояться нечего. И сколько уже было случаев, попыток и так дальше. Я не боюсь. Но я не хочу с людьми объяснять им то, чего нет и чего не было, и опускаться до уровня примитивного шпионского объяснения. Леонид Макарыч, на днях умер сын Никиты Сергеевича Хрущева, Сергей Никитич Хрущев, с которым я провел много часов в интереснейших беседах. Он был свидетелем многих событий. Он с отцом и ездил, и записывал его мемуары. Очень много знал. И Сергей Никитич рассказывал мне в частности о похоронах Сталина. Я совсем недавно узнал, что оказывается вы были на похоронах Сталина. Да, был. Как сказать, словно был на похоронах. Ведь же комсомольская ровенская комсомольская организация приняла решение группу комсомольцев города ровно направить на похорон Сталина. Нас было трое человек. Это было холодно, зима, март месяц. Да. Я помню, что мы ехали через Белоруссию. Я хорошо помню, что поезд остановился под Минском, какая-то станция. А потом уже уснули и проснулись уже на территории России. Но еще не Москва. И приехали в Москву на Киевский вокзал. Дальше кругом стояли цепи, кордоны, у нас были посвящения. И нас пропустили, потому что там консбольская печатка была, документы, какие были, правочки, какие документы. Я же не имел паспорта, я же не положено было. Да. И нас пропустили до того главного кольца. Главное кольцо уже было на Красной площади. Туда пропускали только тех, кого рекомендовал ЦК КПСС, центральные органы власти. Но мы были близко сравнительно. А в колонный зал вы не заходили, нет? Нет, а что ты? Туда заходили только в ЦЕП там же было. Чего я это говорю? Единое, что я хорошо помню, я не знаю, сотни тысяч людей. Это не только Красная площадь, а все, что прилегает к Красной площади, все забито людьми. И сплошной плач. Плач. Плач людей. Не просто плач, а рыдание. Искреннее. Что теперь будет? Мы пропали, все руководить некому. Батько загинул, страна загинет. Рабы. Рабы. Ну, это же так воспитали. Да. Это же не просто человек стал рабом в условиях. Мы постоянно утвердили, что войну выиграл Сталин. Да. Что то, что мы живем лучше, чем там, а мы не знали, как там живут. Это благодаря Сталину. Я, когда прочитал публично выступление Сталина на полюбюро в 1938 году, многие не читали его никогда. Оно натруковано. я вот понял, насколько необразованные и как можно манипулировать людьми. Вот Путин собирает группу людей. Не просто группу людей, а глав государств СНД. Вот где-то два месяца назад. И читает им... Лекцию по истории. Лекцию по истории, часовую. Ну, она напечатана. Смысл такой, что не Советский Союз. Советский всегда поступал правильно. Вот смысл. Все неправильно. И Советскому Союзу нечего было. Ну, не мог иначе поступить, потому что его окружали как и сейчас враги. Так вот речь Сталина. И поэтому подписал пакт Молотова и речь Сталина. Я в трех предложениях. Она небольшая. Две с половиной странички. Первая позиция. Война на носу. Как говорится. Война может быть, а может и не быть. Это слово Сталина. Все зависит от позиции Советского Союза. Если мы Советский Союз заключим договор мирный с Францией и Великобританией, войны не будет. Гитлер не осмелится напасть на Польшу и будет шукать другие, искать другие какие-то варианты жизни. Он не сможет этого сделать. Но выгодно ли это нам? Нет. Нам надо сделать все, чтобы началась война между Германией, Францией и Англией. Тогда сныкровляться, как говорится, и те, и те другие. И мы победим не мы, а мировая революция. Советизация стран произойдет, произойдет события, которые будут говорить о победе мирового коммунизма. Дословно. Да, да. То есть он цинично рассказывает, что войны может не быть, но пусть будет. и надо подталкивать людей к тому, чтобы война была. Но оказалось, все, ты же видишь, А что говорит Путин? Ну, я говорю, прочитайте. Манипуляция чистая. Прочитайте речь Сталина. Вопрос простой. Кто знает лучше, что было в 39-41 году? Вождь Сталин или вождь Путин? Леонид Макарович, вождь Сталин великим человеком был? Ну, я скажу так, неординарным. Выдержать, конечно, на первых порах войны он испугался. 4,5 миллиона в плену, конечно. Испугался. Молотов. Не Сталин же обратился к народу. Молотов, да. Молотов обратился, я читал это обращение Молотова, очень сдержанно, но в одном или в двух местах только сослался на Сталина. То есть Сталин должен был обратиться к людям. Он же обратился позже. Братья и сестры, друзья мои. Друзья мои. Поэтому Сталин... А где был Сталин? В это время я читал на даче. Испугался, закрытый был. даже в некоторых западных публикациях говорил, что он уже убежал из Москвы. Ну, нет, это не правда. Ну, вот сын Хрущева мне рассказывал, что он закрылся на даче, и когда приехали соратники по Политбюро, он думал, что они приехали его арестовывать. А они приехали просить его возглавить ставку. И он потом уже, когда увидел, что можно, что люди все же таки не опустили руки и начали поднимать силу народу и все другое, и что есть на кого опереться, он тогда пришел и возглавил. Вот это была его речь, обращение. Леонид Макарович, ну, сначала вы похоронили Сталина, потом, спустя годы, вы похоронили Советский Союз, стали могильщиком СССР, единого, нерушимого, такого мощнейшего государства. Скажите, пожалуйста, вот без ложной скромности, я знаю детали того, что было в Беловежской пуще, и от вас. Я сделал большие интервью и с Витольдом Павловичем Фокином, многочасовые интервью, и с Геннадием Бурбулисом, и со Станиславом Шушкевичем, и с Горбачевым, и с Коржаковым, то есть с людьми, которые были задействованы так или иначе в этом процессе. Без ложной скромности вы ощущаете себя инициатором развала Советского Союза? Ну, как говорится, надо опереться на факты, потому что так говорить, это можно говорить о себе и хорошо, можно молчать, а можно говорить плохо. Лучше никак не говорить, пусть говорит история, но если я буду говорить факты, поэтому вроде как бы уйду от этих трех составляющих, но факты, они нельзя их отменить, они есть. Сидим мы за столом, Ельцин, Шушкевич, Кравчук, Фокин, Бурбулис, Кебич, Кебич, вот, шесть человек, шесть человек, сидим, это утро, где-то десять часов, ничего нет, никакого документа, даже проекта нет. И приехали не за тем? Да, пустой стол, и Ельцин говорит, ну, что будем делать? Я говорю, Борис Николаевич, мы же приехали в связи с договором о создании обновленной федерации. Ну, как мы говорили в Москве, мы все, або часть из нас выступали, закон федерации, а ГКЧП и все остальное, которое произошло в связи, в это время показало, что Советский Союз фактически не существует. Но фактически не существует и юридически существует. Нам надо принять документы. Но мне предлагают, чтобы мы приняли заявление. Говорит, какое, я говорю, заявление, заявление, что новогорёвский процесс зашёл в глухой тупик, что иначе рассказывать о том, какое может быть заявление. Я говорю, что уже такие заявления были, отдельно и в нас, отдельно и в вас. Теперь все эти заявления свести в одно заявление. Я говорю, думаю, что нужно принимать документы более серьёзные о Советском Союзе. Вот тут началась основная дискуссия. я не буду деталей. Итог. Ельцин говорит, Леонид Макарович, вот когда я собирался в Москву, мне позвонил Горбачёв и попросил меня задать вам один вопрос. Я говорю, пожалуйста. Подтверждаю, потому что Горбачёв мне это рассказывал. Согласны ли вы, говорит, не согласитесь ли вы подписать документ, подписанный всеми, кроме меня, о обновлённой Федерации, о Советском Союзе. Короче говоря, этот важнейший документ, который транслировался в её подписание на весь мир. Конечно. При таких условиях, что центр Москва учтёт все ваши предложения и внесёт в этот документ. Вот тут вопрос очень сложный был. Я ему говорю, так подумал, говорю, Борис Николаевич, если бы вы мне это сказали, скажем, два месяца назад, мы собрали... До референдума. До референдума. Я говорю, сказал бы наследуйся. Я бы не сказал ни за, ни нет. Но я бы попросил вас всех отложить на какое-то время нашу встречу. Я бы поехал в Киев, собрал Верховный Совет, попросил собраться и обсудить, согласна Украина или нет. Такие решения один я не мог бы принять. А сегодня я могу сказать, что я не согласен, потому что состоялся не только заседание Верховного Совета, а все украинское референдум. 91% фактически говорю украинцев, граждан Украины проголосовали за создание независимого украинского государства. Приняли акт о государственной независимости, где взяли на себя ответственность строить независимое украинское государство. Больше только что, они выбрали меня президентом в этом время. Вот скажите, я избранный во время референдума, который принял такое решение, что это означает для меня? Я должен выполнять или не выполнять? Если я о них сегодня скажу вам, я согласен с вами и не буду выполнять, я все равно попрошу несколько времени поехать в Киев, выступить по телевидению, сказать, что извините, граждане украинцы, я вас изменил, я не буду выполнять ваше решение, говорю, я буду выполнять то, что меня просит Борис Николаевич Ельцин, Горбачев, словами Бориса Николаевича Ельцина. Все молчат. Я ему задаю следующий вопрос. Вы, Борис Николаевич, представьте себе аналогичную ситуацию в России. Референдум. Референдум. Вы бы кого послушали, Кравчука или свой народ? Ну, конечно, свой народ. Вы ответили на свой вопрос. То есть, в данном случае, вот этот разговор и референдум стал началом. Но вы же мастерски провели разговор. А давайте предположим, вот просто предположим, что вместо вас Украину бы представлял какой-то твердолобы коммунистический такой апологет коммунизма. И разговор бы вообще этот не состоялся. Он бы подписал все, что просил Горбачев. Логично? Логично. Но могло быть и другое. Там был бы радикал-националист. Еще хуже было бы. Он бы сразу поднял бы шум, поднял бы крик, зрада и так дальше. И вместо того, чтобы договориться объединить всех, разъехали бы оттуда. Но роль личности в истории вы подтверждаете? Ну, частично, да. Но вы подтверждаете, что вы сыграли главную роль? Сыграл благодаря народу. Хорошо. Принимается. Потому что я скромный такой ангел скромный. Сыграл. Но благодаря народу. Не было бы референдума. Не было бы на что опереться. что я оперел? Ну, сказал бы я, Кравчук. Ну, и что? Принято. Леонид Макарович, с Брежневым вы общались? Да. Как оно было? Ну, первый раз он поздоровался со мной, спросил, кто вы. Это когда он приезжал. Надо знать первого президента Украины. Когда он приезжал в Киев, ЦК Компартии Украины, построились все. Секретари ЦК, заведующий отделом, и не все. И Брежнев зашел с Чербицким. С каждым взоровался. А с ним что-то говорил, с ним ничего. Но на меня внимательно посмотрел и сказал, кто вы? Я сказал, заведующий идеологическим отделом. Хорошо. И пошел. Это был такой разговор. Второй раз. Это был уже более такой... Несколько фразами обменялись. Когда он приезжал открывать мемориал Великой Отечественной Войны. Памятник Матери Родине. Матери Родине. Там мы стояли, там уже я был одним из организаторов теоретической части Родины Войны. Музея. Музея, да. Я отвечал за музей секретарем ЦК по идеологии. Я тогда еще был заведующим отделом. И он с нами говорил уже по сути. То есть я слышал его в деле. Но у него уже язык тогда очень заплетался. Ну, хороший человек был, Он был добрый человек. Он, понимаете, если бы он был человеком злым. Столько лет не продержался. Боже мой. Так и Щербицкий, Если бы он был, имея такие полномочия и такую поддержку, в том числе и лично Брежнева, он бы мог тут творить, я не знаю, что в Украине. Ничего не было. Он добрый был, тоже Щербицкий, да? Он был где-то, ну, как сказать, человек достаточно высокой культуры. И с такими людьми всегда легче говорить, они анализируют и понимают, думают. Щербицкий чувствовал, что вы чужой? Ну, как сказать, наверное, где-то да, но благодаря моим друзьям, в частности, и помощнику первому продану, и помощнику в Рублевскому, и заведующим отделами, секретарям ЦК, где они говорили о том, что, ну, он хорошо работает, что у него получается, что он один из тех, кто участвует в написании всяческих там документов. Поэтому, когда мы встречались, так, публично уже, если что-то такое, кто-то прилагал, закрученные, закрученные, трансцендентальные, я бы так сказал. Он смотрел на меня, говорит, это ты придумал? Я говорю, Владимир Владимирович, нет, не я. То есть, он считал меня крючкотворцем. Это первое. Во-вторых, он очень осторожно, потому что я его постоянно склонял к украинскому языку. А так как я писатель у меня, они же требуют, как говорится, внимания к слову. Я говорю, всегда говорил, Владимир Васильевич, вот же хорошо получается. Как хорошо? Я русским языком могу говорить без текста, а украинский мне, говорит, надо читать. Ну, говорю, не читать, может, там смотреть. Васильевич, говорю, тезисы берут, смотрят. Это же не есть что-то такое чрезвычайное. И однажды я ее так и склонил. И по-украински говорил. По-украински говорил. Не все у него получилось. Он пришел, позвонил мне и сказал, слушай, говорит, Кравчук, если ты еще раз меня склонишь выступать украинским языком, это будет наш последний разговор. А с Щербицким я был в таких, ну, не то, что доверительных, но достаточно близких отношениях. Почему? Я был секретарем первичной парторганизации. Где он состоял? Где он состоял. И я принимал у него взносы. То есть, он вам еще деньги платил? Деньги. Больше то, на партийном билете, если есть у него мои росписи и печать. Класс. Это передать вот это принятие взносов, сразу раскрывается человек. Вот приходишь к нему, он открывает сейф, достает партбилет красным таком, ну, как рушник, но красный. Билет замотан так, раз, 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 достает, раскрывает, там лежит такая малесенькая бумажка. Это он записывал все, что получал, гонорары там какие-то. Интересно. Записывал сам лично. Открывал билет, зарплата у него была 900 рублей. Прилично. Ну, потом на 1200. То есть, не самое высокое. Интересно. Да. Ну, плюс там депутатский, кажется, 500 и через 400, не помню. А взносы 2%, да? Да. Три. Три. Три, которые выше 500, там была градация. Был полпроцента, процент, два и три. То есть, три это самые высокие. Вот я платил три, потому что у меня зарплата была 600. Вы были богатые люди? Ну, естественно. Это по нынешним временам. Да. Да. Слушай, так вот, достает подбилет и говорит, бери, и была не авто. Первые появились электронные счетные машины. Да, да, да. ты говорит, считай на счетной машине. А я на счетах. А я буду карандашом. Чтобы мы не помылились, сколько мне нужно заплатить снос. Слушайте, ну, интересно. Интересно. Он складывал все, что получал. Гонорары там какие-то. Ну, немного, но было ж. Вот такой, слушай, я считаю, на этом, вернее, ну, такие сложные были тогда машинки. Ну, говорю, Садим Васильевич, значит, так, я не помню цифру. 30 рублей. Да, допустим, 30-40 рублей. Хорошо. Он считает, говорит, дорогой мой, ты ошибся. 30 рублей и 23 копейки. Можешь себе представить? Интересно. Говорит, я вот так подиваюсь, что ты, говорит, смотришь? Мы не должны, не имеем никакого права обмануть партию хотя бы на одну копейку. Но он мне напоминает многих наших высших чиновников. Не на одну копейку. А потом говорит, скажи, а ты, тебя есть под билет? Когда я говорю, ну, есть. А ты ее с собой носишь? Конечно. А где? Ну, вот, молодец. Возле сердца. А я все ношу левой стороны. Убежденный человек был такой, да? Вот об этом то речь идет. Интересно. В сербицких говорят, видите же, и сербицкий, и все, они верили, что партия может повернуть жизнь людей так, как надо. Но он фигурой был мощный, да, сербицкий? Конечно. Он же не просто говорил, он анализировал. Вот говорит, смотрите, мы добиваем столько тууля, столько всего. Он же был, кажется, математик, пообразил, физик. Инженер, наверное. Инженер, да, извините. Инженер, то есть он привык конкретным расчетным цифрам. Он называл вот это. Если мы будем, скажем, собирать сектора земли, столько, у нас будет столько. Он рассчитывал, он жил перспективой. И он верил, что Советский Союз может стать передовой державой. Но если сказать, что это неправда, это правда, что мог. Потому что найти еще страну, где бы было столько природных ресурсов и возможностей. Ну, Украина. Да. На тысячу человек у нас было 935 человек в среднем высшем образовании. Формально, неформально. Почти тысячу на тысячу образованных людей. Среди них были разные. Но и сегодня мы занимаем передовые места в антитехнологиях. Наши ученые, люди наши. Тогда мешала идеология, сейчас мешает воровство. Воровство. Воровство и отсутствие веры, отсутствие духовности, любви к своей земле. Вот если у тебя есть любовь к земле, истории, к родине, ты не позволишь себе сделать гадость. Ты можешь где-то не так шевельнуть языком или рукой, но гадость, приносящие время в стране, ты не сделаешь. Леонид Макарович, а такие люди, как Андропов, Черненко, вам приходилось с ними встречаться? Встречался с тем и с тем. Интересные, добрые или не такие добрые, как Брежнев? Не такие, но образованные. Особенно Андропов. Он же был доктор экономических наук, он был секретарем ЦК вначале по социалистическим странам. такой секретарем. Был секретарь ЦК по всем капиталистическим странам, а Андропов по социалистическим. А их всех держал под собой Суслов. Михаил Андреевич. Да. Это была группа, а Суслов был член Политбюро и по сути... Главный идеолог. Главный идеолог. И еще по сути второй секретарь. Хотя по штату юридически второго секретаря не было. Так вот с Андроповым я встречался один раз на его лекции в Академии наук про ЦК КПСС. Нас собирали на семинар. Часто собирали. Он приходил, выступал. Я ему задал вопрос. Я же не помню какой. Он говорит, подойдите ближе. Я подошел. Говорит, хороший вопрос. Где вы ее вычитали? Разберитесь с ним. Я говорю, я вычитал в вашей статье. Был такой, журнал был какой-то. Я забыл название тошное. Но где писали, такие люди выступили. Вопросы марксизма? Нет, что-то такое социалистическое было. Не знаю. Не помню, не буду говорить забыл. Вы читаете эту журну? Ну, я уже читаю. Интересно. Ну, хорошо. А что вы, когда читаете, что вы думаете об этой статье? Лучше об этом не говорить. Я говорю, вы знаете, я думаю, что статья для меня очень сложная. я не все там понял, поэтому я задал вам вопрос. Он говорит, молодец, ты смотри, откуда ты? Уже сразу пришел на ты. Я говорю, вот я заведующий делом ЦК Компартии Украины. ЦК Компартии Украины? Да. Ну, а как Чербицкий? Я говорю, он говорю, действительный, руководитель Украины. Ну, он же член политбюро ЦК КПСС. Ну, член политбюро ЦК КПСС, но я не знаю его работы в ЦК КПСС, я знаю работу в Украине. Вот такой. Интересно. Примерно был разговор с Андроповым. Леонид Макарович, у вас были долгие отношения с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, у вас было много встреч, много обид с его стороны. Он не высказывал лично, он даже однажды сказал, а этот ваш Кравчук вообще злой гений, так ему и скажи. Я помню, приехал и вам об этом сообщил. Скажите, пожалуйста, вот столько всего вы как бы стали инициатором развала Советского Союза. Вы похоронили власть Горбачева, по сути. Сегодня, вот уже в почтенном возрасте, и вы, и он, вам было бы интересно с ним встретиться? Конечно. Я бы просто посмотрел на него и попытался осмыслить всего его жизнью, как он сегодня думает, и как сравнить с теми мыслями и поступками 91-го года с тем, что он думает сейчас. Потому что некоторые факты его поступок, в частности и по Крыму, и по Донбассу, свидетельствуют о том, что он остался империалистом. А вот вы знаете, как интересно, прошло 29 лет, да, почти с момента подписания Беловежского соглашения, после которого, я думаю, вы уже с Горбачевым не виделись, да? Нет, по телефону говорили. Скажите, вот сейчас у вас есть возможность уникальная обратиться к Михаилу Сергеевичу напрямую, вот что-то ему сказать, вот чтобы вы ему сказали, понимая, что он вас слышит, а мы это разместим в Ютубе, отдельно обращение Леонида Кравчука к Михаилу Горбачеву. Я бы задал ему один вопрос. Вот обратитесь к нему прямо. Да, я обращаюсь к ним, чтобы он, чтобы мы начали разговор о Беловежской пусте, это один вопрос, и второй вопрос, чтобы мы начали и поговорили о заседании глав Федерации в Нового Реви. Вот чтобы мы с ним поговорили, потому что он был противником Конфедерации, он был активным инициатором создания нового Советского Союза обновленной Федерации. я бы задал ему вопрос. Как вы думаете, Михаил Сергеевич, почему ваши предложения не были воплощены в жизнь? Это злые силы извне или напиваться? Ну, знаешь, я больше 100 грамм, ну, 150 максимум, никогда не пил, будучи взрослым. Как-то я напился на свадьбе своей сестры двоюродной. поехал уже учился, работал техникум, вернее, в Черноцах, и поехал на свадьбу и хорошо напился. И после этого все? После этого я два дня болел очень сильно. Я не помнил ничего. Два раза я не помнил ничего. Один раз студентам, один раз вот это. студентам, я не помню всего, когда выпил много, на день воссоединения 300-летнего соединения Украины с Россией. 54-й год. Воссоединение Украины. Мы шли по Крыщатику, тогда в ларьках продавалась водка мензурками. Ух ты. 100, 150, 200. Можно было зайти в киоск, налейте 100 грамм, наливали мензурку, раз, пирожок мясом. Пирожок мясом. Пирожок закусил, пошел. И так было долго. Мы пришли. Все уже к концу Крыщатика были в хорошем состоянии. И я пошел не в ту сторону. По второму кругу. Не в ту сторону пошел. Но все же таки я сел троллейбус, который ехал на Шоколовку. Не, не, не сбился окончательно с пути. Но не вышел на той остановке, где общежитие. Поехал дальше. И кто-то очевидно видел, сказал, что Кравчук там катается в троллейбусе и не знает, где выходить. Ребята пришли, меня взяли оттуда, я не в себе. Для того, чтобы привести меня в чувство, ну, знаешь, вот в казармах солдатских умывальники, вот такие длинные желоба. Да, с холодной водой. Так было в нашем общежитии. Они сняли с меня брюки, рубашку, и положили меня в тот желоб, и включили все краны воды, холодной. Я там полежал и пришел в чувство. и снова пошли на Крещатик. Я уже не пошел. Но я говорю, к чему? Дважды. После этого все. Никогда взрослым на работе, ну, сколько он это же был, закончил я университет, это был 54-й год. Ну, ты ж чтоб я... Но Ельцин вас уговаривал? Вот. Ну, конечно. Ельцин мог выпить очень много. Но я никогда не видел, чтоб он потерял мысль. Вот никогда. Он говорил, сбивался в языке. Путал даже, а ты кто? Яна Зарпаева. Ага, хорошо. Ну, условно, я говорю, можно. Ты кто? Я Коробчук. Ага, хорошо. Но когда сели за стол и начали говорить о деле, я просто удивлялся. Ну, откуда? Когда человек в таком состоянии, он мыслит и оценивает ситуацию, и решения те, которые надо принимать и отстаивать Россию, я не видел ни одного раза. Ну, он говорил, Леонид Макаш, ну, давайте, ну, что вы, ну, мы ж друг друга уважаем. Все это все говорили, это все сидели. А вы что говорили? Я говорю, я, да, наливаю воду. Воду? Да, воду, да, ваше здоровье, да, наша дружба и так далее, как положено. Когда-то очень-очень давно, лет 25 назад, даже точно скажу, 25 лет назад, вы мне сказали, что были такие моменты у Ельцина на встречах, на приемах, когда люди, которые не представляли, что можно до такого состояния дойти, плакали. Что это были за моменты? Ну, это были те, которые его обслуживали. Я думаю, что это были медсестры, может быть, и другие. То есть плакали, да? Ну, как плакали, слезы шли из глаз. Они, врач, от врач, она приходила и всех просила, не надо, делайте все, больше не надо. Но тут главный вопрос в чем? Ну, человек, каждый может выпить и напиться может. Но я не помню, слушай, будучи в таком состоянии, но это же не часто, я два раза видел ее в таком состоянии, чтобы он сказал, вот это снять с работы, вот это посадить в тюрьму. Тоже добрый был, да? Да. Он это никогда не поговорил. Больше того, он никогда не матерился. И всем на вы. На вы. Садились за стол, все, Ельцин, Ельцин, Ельцин президент, Беловеческая та же пуща, но накануне это выпили хорошо, то мог. Выпили, но я свою норму взял и все, а многие взяли больше нормы. и сели за стол, что там было вечером, как, говорили, никто не знал, сели за стол, он сразу посмотрел, ну, вот человек на глазах меняется. И это на фоне. Думаю, что у него такая была сила воли. И генетика. Да, что он, ну, как я могу заставить себя не слушать, он мог заставить себя прийти в состояние нормальное и стать абсолютно трезвым, здоровым человеком. То есть, главное, чтобы не вслужилось мнение, что Ельцин пьяница. Это неправда будет. Ельцин любил выпить, но никогда не выпускал из рук руля. И это, смотрите, после Горбачева, который и матерился, и всех называл на «ты», Ельцин не матерился и не тыкнул. Не называл. Среди людей, которые сделали карьеру вот сейчас, но застали, хорошо застали советское время, которые занимают такие посты, серьезные, они всегда держат в памяти, в уме, кто кем был на момент 91-го года, на момент развала Советского Союза. Владимир Владимирович Путин на момент развала СССР, подполковник, в запасе. Вы президент Украины. Член Совета Федерации. Член Совета Федерации, а перед этим член Политбюро и так далее. Член Совета член Совета Федерации и член Госсовета. И член Госсовета. Был Госсовет. Да. После Политбюро, когда партия распалась. Госсовет. Госсовет. Я был членом Госсовета. Если бы сегодня вы и Путин встретились бы, и у вас была какая-то доверительная беседа, вот главное в двух-трех предложениях, что бы вы ему сказали? Я бы ему сказал, что я прожил очень большую, будем говорить, по календарю жизнь и много видел. Меня интересует лично, вот мы вдвоем сидим, без публикаций, ваше мнение. Вы действительно верите, что Россия может стать первой страной мира? Вы действительно верите, что может быть восстановлена территория царской России, и вы станете лидером этой страны? Вот скажите, да или нет? Если бы он сказал да. Первый вопрос. Второй. Вы понимаете, что такое для Украины война на Дорбассе? Я думаю, что они хотят и России. Россияне. Всяком случае, я знаю и вижу и чувствую, передают средства массовой информации слезы российских матерей, которые такие же соленые, как и украинских матерей. Вы действительно хотите войны? и зачем она вам тогда? Вот два вопроса, больше ничего. Если бы он ответил, что он хочет стать лидером страны, я бы порекомендовал ему почитать Дон Кихот. Класс. Леонид Макарович, когда начались боевые действия на Донбассе, а перед этим еще когда Россия украла Украины Крым, многие начали говорить, что вот, зачем Кравчук отдал ядерное оружие, вот если бы у Украины было ядерное оружие, то не пришли бы русские к нам с войной и так далее. Вот я внимательно послушал ваше интервью Олесе Бацман, где вы сказали о том, что я цитирую 176 ядерных шахт в Украине было на момент, когда Украина сказала, что мы отдаем ядерное оружие. 176 ядерных шахт по миллиарду долларов стоимостью каждое. Вот скажите, можно ли было в принципе, если подписывать Будапештский меморандум, сказать, да, мы отдадим это оружие, но отдайте нам по миллиарду долларов за каждую шахту. Итого 176 миллиардов. Ну, во-первых, нам бы сказали сразу, что эти миллиарды долларов вложены не Украиной, а Советским Союзом. И какая доля тут Украины, никто не посчитал. И я не знаю, это невозможно. Это было бы только мнение и позиция одной Украины, даже наши друзья, и не только друзья, а соседи и члены, бывшие члены Советского Союза не поддержали это. Никто. И Америка, зная, что эти все ядерные 176 шахт и 1300 здесь, кажется, боеголовок с хвостиком, все доедино направлены на Соединенные Штаты, они бы не допустили такой торговли. Потому что они сразу говорили две фразы. Что Соединенные Штаты Америки будут Украине помогать. Но ядерное оружие, которое у вас не производилось, которого вы не контролируете, а это правда, у нас же не было черного ящика. Конечно. И обслуживалось все в России. Абсолютно. Я мог говорить о ядерном оружии с командующим 42-й, кажется, армией только по телефону. Понятно. Все. Значит, рычагов таких, которые можно было бы использовать для применения, поставить так задачу, как вы говорите, невозможно. Я почему говорю? Вот сегодня говорят, министр иностранных дел, мы должны переходить к наступательной дипломатии. Да. А результат будет? Да. Если будет экономика сильная, если будет армия сильная, если будет жизнь сильная, если Украина станет сильной страной. Да, важно наступательная дипломатия. Важно. Но результаты могут. Результата может не быть. Так и тут. Поэтому Украина должна была учитывать ситуацию. Я уже говорил об этом не раз, что жизнь просто физическая, статутная, уставная жизнь боеголовок заканчивалась в 1997, в 1998 году. И обслуживала все равно Россия, запчасти в России. Ну все. Ящик у Бельцина, у Путина. То есть Украина была только республикой размещения. Вы не жалеете, что отдали ядерное оружие? Да или нет? Да, потому что мы могли стать заложником. И мы, для нас было бы это страшнее десятки раз Чернобыля. А можно было не подписывать Будапештский меморандум? Нельзя было не подписывать. Но можно было сначала подготовить проект в Киеве. он готовился там. Если бы мы хотя бы проект подготовили в Киеве, и там была внесена хотя бы одна статья механизмы выполнения этого меморандума, что страны не просто берут в себе обязательства, а с помощью вот таких шагов или вот таких обязательств конкретно, тогда бы этот меморандум не могли использовать разные силы по-разному. А так там таких четких позиций или так написано, что можно толковать и так, и так. Хотя главная тема проскальзывает, что позиция, вернее, что государства там Штаты, Великобритания, Россия, позже приеднались Франция и Китай, берут на себя обязательства защищать суверенитет, территориальную целостность Украины. Если будет агрессия. Ну вот берут, да. А и что? Леонид Кучма мне сказал, что после подписания Будапештского меморандума президент Франции Франсуа Метеран ему сказал, молодой человек, разве вы не понимаете, что вас обманули? Да. Он это сказал официально. Я в книжке его цитирую. Вот скажите, обманули Украину в результате? Безусловно. Но тут же можно говорить вас обманули. Но есть второй вопрос. Зачем вы дали себя обмануть? Если понимаешь, в чем наша беда всего и всех? Вот вы послушайте любого сказать. Нас обманули, нас обвели, выступают, говорят, давайте объединяться. Не надо говорить, давайте объединяться. Для объединения нужно сделать тот, я предлагаю то-то-то. Что надо, чтобы объединить страну? Правильная политика. Не политика региона западного или восточного, национального, общенационального. Украинская политика. И народ сам объединится, его не надо объединять. Леонид Макарович. Вот так и тут. Нас обманули, наши песни читаем, ой, убыто, убыто, затягнено, вжито. Мы плачем, что нас обманули, сейчас Ярослав на валу, и плачем, рыдаем, песни рыдаем. Скажи, сколько идет война на Донбассе? Шесть лет уже. Хоть одна кто-то вспомогся написать слова, которые брали бы за душу. Не просто говорить, что мы ценим, они умирают, врачи умирают, мы ценим. Создайте музыку, создайте песни, создайте такие эмоционально высокие, я повторяю, слова, звуки, энергию, чтобы люди вздрогнули, когда слышат, я был ребенком, я слушал эти песни, у меня волосы вставали, вот так сидел открытым ртом. Все говорят, что таланты перестали жить в Украине. Нет реального патриотизма. Есть слова, есть личные интересы, есть интересы использования даже войны в своих интересах. Нет, но одного патриота я знаю, Петра Алексеевича Порошенко. Вот это патриот? Нет, это с пяток до волос головы. Я вам задам сложный вопрос, требующий честного ответа. Скажите, с потерей Крыма и Донбасса лично вы смирились? Нет. Больше того, зная, как было в 1954 году, лично я участвовал. Да, вы рассказывали, как вы в Крым ездили. Да. Зная потом историю, уже теперь, будучи в ЦК Компартии Украины, как это все происходило, я могу сказать, что Крым мы могли не сдать. Конечно. Но и зная, что тогда тоже Крым не выдержал, Россия и пришел в Украину. дословно в кабинете первого секретаря Кириченко Кириченко Хрущев сказал, Россия не может справиться с особенностями развития Крыма. Украина, имея опыт, у вас же Николаевская там область, Сопорожская, близко, близко, Херсонская. Повез Кириченко в Москву, где утвердили все. Утвердили и по сути решением Политбюро было приказано, если так можно сказать. Это больше, чем любое решение Верховного Совета. Это дублирование было этих документов. Политбюро приняло. Верховный Совет, РСФСР принял решение передать. Верховный Совет Украины принял решение принять. Президиум Верховного Совета СССР утвердил, поставил то, что надо. И все произошло по законам того времени. Так как Советский Союз не дружил с международным правом, будем так говорить. Все они говорят мне сегодня всякую чепуху. Леонид Макарович, то, что Порошенко не президент Украины, это хорошо для Украины или плохо? Но это единственное спасение было для Украины, чтобы он сдался и чтобы он не был президентом. И тут я хочу, ну, я не позитивный, вернее так, я не в высоких тонах говорю о Зеленском. Но, во-первых, кроме Зеленского я бы никто не победил. Это первое. И второе. Только Зеленский своим особенным характером, своим гуманитарно- театральным опытом может делать такие шаги, которые называются прорыв к новой жизни. Сложно? Да. Ошибки? Да. Но прорыв к новой жизни постепенно идет. И если бы мы, вот, все политические силы, поняли один вопрос, как поняли все, когда пришел коронавирус на Запад, все лидеры политические на Западе сказали, перестанем политические битвы, надо объединиться. А мы усиливаем, и я не могу спокойно слушать Порошенко, когда он упрекает Зеленского, почему сейчас хуже, почему нет роста. Америка. Все страны говорят, что ВФП падает, а он требует, чтобы Украина росла. Ну, подумать только. Это потому, что он патриот. Вот же, он хочет, чтобы росла. А таких патриотов, патриотов не надо называть себя патриотом. Надо делать патриотические дела. Вы до сих пор влюблены в Юлию Тимошенко? Я думаю, слово влюблен немножко очень много. Я до сих пор ей, как бы сказать, на фоне, это очень важно, того, что происходит, и как ведут себя некоторые политические лидеры и политические силы, я считаю, что она наиболее рациональна. Но есть один вопрос. Она везде хочет быть первой. Вот ее мнение, она не хочет ее разделять ни с кем. И соглашаться с другим мнением она не способна. Она когда встает на трибуну, начинает говорить, все, она не слышит никого. Она знает, что только это правильно. Но в таких условиях добиваться компромиссов невозможно. Но если бы вместо Порошенко стала Юлия Владимировна, такой коррупции, такого масштаба не было. Была бы коррупция. Потому что мы немножко еще берем все оттуда. Мы пришли с того гнезда, где ничего не видели. Представьте себе, народ 300-400 больше лет жил в тоталитарных условиях. царизм, большевизм и так далее. И вдруг ему дали возможность свободу. Возможность. Он просто растерялся. Он не знает, что делать. Одни хотят делать что-то хорошее, а другие брать себе, потому что можно брать. Раньше контроль был. От первичной организации до самой. Все видели? Сейчас бери, если можешь. Поэтому время восстановить, возродить первичные партийные организации. На другом уровне. Ты понимаешь, то есть нам надо исходить из реалии. Наши люди привыкли жить в других условиях. Внутри духовность их. Они не понимают, что они могут что-то сделать не силой, а просто другим путем. Через закон, через конституцию, через нормы. Они не понимают это. А Ленин говорил, мы пойдем другим путем. Вот они идем другим путем. Идем очень долго. И не просто хитаемся, а сбиваемся с курса. И путь не тот иногда. Леонид Макарович, когда вы были президентом Украины, вы встречались, имели переговоры и общались неформально с огромным количеством мировых лидеров. И президенты Соединенных Штатов, и Буш, и Буш старший, и Клинтон, и Тэтчер, и Миттеран, и Коль. А кто из мировых лидеров произвел на вас самое глубокое впечатление? Елизавета Вторая. Королева Англии. Вы знаете почему? Когда мы сели с ней говорить, она практически не говорила о политике. Она говорила, я сказал, Киевская Русь, расскажите, говорит, а как украинцы живут? Ух ты! Какие семьи у вас? Как пытаются? Как они думают? Киевская Русь, это, говорит, прорыв был цивилизационный, я, говорит, знаю. Вот как вы чувствуете, что в Украине произошел этот прорыв? То есть она говорила о человеческом среде, о человеческом уровне говорила, о людях, о детях, как учатся в школах. Я сидел и думал, ну а зачем Королеве говорить о высокой политике? Мы потом говорили с премьером, говорили с министром иностранных дел, были на приемах, таких Королевах, говорили о самом глубоком гуманитарной душе украинцев. Вот интересно, когда вы сидели за столом с Королевой Великобритании, вы хоть разок себе сказали, это я, Леонид Кравчук, сижу за столом с Королевой Великобритании. Зафиксировали этот факт для себя? Я настолько был озадачен, как бы говорится, мыслям и разговором, слушая ее и думая над тем, как сформулировать ответы на те вопросы, которые она задает, потому мы же не вдвоем сидели, все же пишут, чтобы Украина выглядела красиво, мощно, чтобы все поняли, что Киевская Русь это Украина, как я и сегодня думаю, что это не просто Колыска, это Киевская, это Украина, это княжство, это наша гордость, и мы должны это нести к ому. Это вы Путину расскажите, он думает иначе почему-то. Путину можно говорить, а можно не говорить, его не переубедишь. А я видел, что королева слушает, когда я говорю. Так внимательно слушает. Интересно. Я приглашаю вас посетить Киев, Украину. Она говорит, вы знаете, у нас надо посмотреть на бюджет. У нас королева посмотрела, а рядом сидел министр, не иностранный дел Великобритания, там есть министр иностранный дел ее. То есть только королевы. он говорит, ваша светлость, или как он обратил, не помню. Мне кажется, вы уже использовали бюджет. Она говорит, ну вот видите, я говорю, на следующий год. Ну так мы прошли. То есть я к чему? Королева не может принимать решение. У нас бы конечно. Да ну что там. Ельцин бы спросил у министра. Любой наш президент. Ну что бюджет спрашивает? Я принимаю решение. Надо поездить сюда, завтра туда. Сколько надо людей? Пять. Давай десять. Скажите, Леонид Макарович, а с Туркмен Баши, с Неязовым вы встречались? Встречался. Интересный человек, он же мама с Украины у него. Я знаю. Да, ну Неязов это человек, ну как тебе сказать правильно, он настоящий гражданин той страны и тех людей, которые там живут. Носите ментальности. Ментальности. Но все они, вот эти люди, по моему наблюдению, для них важно не стать памятником в истории, а стать памятником внешним. При жизни. Внешним. Не в истории, а построить золотой памятник, допустим. Вот они считают, что если он золотой, то и человек золотой. Ну не знаю, про памятники, вы себе давно уже памятник построили, памятник с чертсу стоит в Киеве, с вас сделали. И никогда не гордился этим. Да, да, да. Говоря о памятниках и о роли в истории, конечно, самое главное, чего вы достигли в своей жизни, это то, что добились независимости Украины, государства, стали первым президентом Украины. Впервые Украина стала реальным государством. Есть, правда, еще одна вещь, которая вас увековечила, это легендарная Кравчучка, которую назвали... Постраивать обязательно маленький. Где-то уже есть какие-то, говорят, мне говорили, в воздухе как памятники поставлены. У вас есть Кравчучка? Есть. Мне подарили. Стоит дома. Ага. Скажите, пожалуйста, какие самые немыслимые слухи и сплетни о вас были? Ой, я уже даже не помню. Ну, во-первых, сплетни сплетними, но... Хатынка в Швейцарии или где, в Канаде, в Швейцарии было. Это, ну, это очень... Дальше. Слух был, хатынки нема. Дальше. Очень важно. Немецкий журналист, помню сейчас фамилию, Рот, с помощью наших национал-патриотов во главе с Омельченко был, генерал, сейчас он лейтенант. Есть, да. Это не я говорю, это сказал Рот на суде. Дали и с помощью России дали ему материалы, что Кравчук глава украинской мафии. он написал книжку. Кравчук мафия. Вот такую вот толстую. У вас есть? Есть. Это я тебе сейчас расскажу. Это будет важно услышать всем и прежде всего Порошенко. Я взял эту книгу, почитал. И там про 30 миллионов есть, которые я вывез в Израиль. В чемоданах. Все там есть. Я не обратился никому из немецких своих друзей, хотя мы были там. А подал в суд земельный Германии. И выиграл ее начисто. Рота заставили извиниться. Книгу запретили и сожгли. Так вы дома держите запрещенную литературу. когда меня как когда я проиграл выборы и победил Кучма, его тоже убедили, что Кравчук там где-то на западе. В том числе Хатынка, в том числе и другие дела. Такая вот. И организатором это все был табачник. Я ходил шесть раз в прокуратуру. Объяснялся. Они мне говорили в прокуратуре, Леонид Макарович, мы придем к вам. Я говорю, нет. Я гражданин Украины, я буду выполнять то, что мне положено. Я буду ходить к вам. Я не водил с собой детей, внуков. Антонина Михайловна со мной не ходила, лозунгов не держал, воздушной и перьевой подушки в виде сторонников не приглашал. Они копались, копались и пришли к выводу, что копаться не надо. Я к чему? Если ты веришь, что ты невиновен, не надо создавать публичные шоу. надо идти в суд. Суд. Потому виновен ты или невиновен в демократическом государстве может определить только суд. Что же получается сегодня? Вдумайся в эти поступки самого президента бывшего. Президента по конституции. Там почетный президент требовал говорить. Это будет правильно. Так записано в статье. И его окружение говорят несоизмеримые вещи. Вот вчера сидит, я включил случайно Шустера, народный депутат Гончаренко задает мэру Киева Личко вопрос. Вот такого-то числа состоялся там Пощерский суд, там пришли. А чего вас там не было? Ну слушай, это абсолютно большевистская философия. Это только в партии говорили. партия организовала митинг. Чего вы не пришли на митинг? Далось партии. Народный депутат. Причем два образования с красными дипломами. Неглупый человек. Умный, да. Позволяет себе задавать мэру большевистский вопрос. Это делает и сам Петро Алексеевич. Это делает вся его окружение. Они очевидно съехали немножко с трубы. С газовой. Потому что, слушай, ну нельзя в 2020 году после 30-летней независимости и быть очень важным фракцией, которая называется Европейская Солитарность, говорить слова, которые ну ничего общего не имеют ни с Европой, ни с ценностями Европы, ни с демократией, ни с чем. Они это делают и делают шоу, которое тоже ничего общего не имеет. Вот почему я говорю об этом. Это природа людей на даже такой уровень. Я сижу сейчас, вы знаете, разговариваю с вами, вами любуюсь. 86 с половиной лет. Вы замечательно выглядите, у вас ясные мысли, замечательная память. Ну это пример для всех, кто вас видит. Посмотрите, человек прошел через такие бои, участвовал в таких судьбоносных событиях для государства, и так прекрасно выглядят и такие мысли у него свежие и светлые. Скажите, пожалуйста, а из чего состоит ваш день? Вот обычный день, как он строится? Ну встаю утром. У меня было две собачки, они уже ушли. По возрасту. Каждая прожила свой век. Теперь у меня... Плакали, когда собаки уходили? Да, очень. Плакали. Ну просто как очень близко, особенно когда умер мой Жак, овчарка немецкая, предан был на это передачу, это надо очень долго рассказывать. У меня слезы капали, просто лились. Я стоял, смотрел. Ну вот я гулял. Сейчас собак нет. Есть у меня две кошечки, но они в доме. Одню из них я вылечил. Она уже умирала. Лично вылечил ее. Никто не хотел. Ветеринарии отказались. А я вылечил. Сам взял. И горжусь. И она это понимает. Подарили жизнь. Она это понимает, она от меня не отходит. Ей уже тоже где-то 11 лет. Гуляю. Потом сажусь, читаю. Часто даю интервью через скайп. Причем сами настраиваете скайп. Сам все, сам, никого же нет. Сам настраиваю, сам пью, сам гуляю. и сам лягаю. Знаешь, что это? Так все сам. Мы вдвоем с Антонией Михайловной. Поэтому я ни на кого не надеюсь. Но если очень сложно что-то поставить там, я приглашаю внука, он живет недалеко, Андрюша. Он как раз хорошо разбирается в этом. Дальше обедаю. До обеда читаю. Обедаю и ложусь отдохнуть. И засыпаете нормально? Засыпаю, все нормально. Потом гуляю снова на улице. К вечеру иду на речку. У меня недалеко речка. Вот тут я хочу рассказать уникальные события. Позавчера выхожу на речку. Взял хлеб, там, рыбки гудую. Дикая утка. Дикая. С выводком 10 каченят. Класс. Увидела, что я даю рыбке хлеб. Каркнула. На том берегу было. Знаешь песня? А на том берегу незабудки цветут. Так она плывет с ними ко мне и я их кормлю. Это позавчера было. А вчера только я вышел, они уже выйдут сюда. и уже все ближе, уже я сижу на этом настил такой. Она возле настила ходит. Поели, отплыли. Почему? Людей не стало в конче. Раньше гуляли, лодки плавали, моторки пели, танцевали. Никого нет. Где-то я не знаю, где они делись. конча возродилась. Утки, цапли, гуси, рыба. Все живет. Человек должен жить в согласии с природой. Это у меня уже. Я сегодня буду ехать домой, куплю три батона хлеба. Они еят только белый хлеб. Я им бросаю. Вчера съели два батона. Среди зверей пошел слух. Леонид Макарович кормит. Все? Нет. Потрясающе. передать. Андрюша снял это на видео. Я попрошу, чтобы он передал. Ой, здорово. А мы это покажем. Да. Передал. Класс. Посмотреть на это. Это что-то невероятное. Я бросаю, сидит, они возле меня. дикие первый раз в жизни видели человека. Там никого нет. Видите, жизнь вас продолжает удивлять. Абсолютно. Леонид Макарович, это правда, что во время карантина из-за коронавируса вы готовили себе сами дома еду? Сейчас готовим. Двоем с Даниной Михайловной. Что могу я отдельно? Что могу она готовить? У нас есть повар, но он приходит раз в неделю. А что вы готовите? Что я готовлю? Ну, я люблю готовить мясо. Люблю готовить каши разные. Люблю готовить рассольник. То есть, мы едим только то, что такое, ну, простое очень. Я не люблю этих деликатесов. Конечно, больше всего я люблю вареники. Вот, когда я прихожу к вам, семья вся ваша, наверное, должны медали получить за качество вареников, причем классических, с вишнями и с сыром, это вообще непорядоваемо. Все остальное не вареники, правда? Не, нет жалкое подобие. А тут, вот я, вареники нам тяжело готовить. Это надо тесто готовить, это надо очень много труда приходится вкладывать. А мы стараемся делать то, что быстрее. Леонид Макарович, вот в кресле передо мной сидит историческая личность. Человек, который опять-таки повлиял на судьбу мира. Вы знаете, я хотел сказать Украины, а потом осекся мира, потому что распад Советской империи это изменение геополитики. То есть вы реально повлияли на судьбы мира во второй половине 20 века. Скажите, пожалуйста, вы счастливый человек? Очень. Я счастливый не только тем, что это произошло. Я счастливый, что так сложилось. Мой сын, мои внуки, правнуки, теперь у меня правнушка и 15 лет, сыну в 60, один, внуку 38, внучка уже тоже родила правнучку, от сына. То есть семья есть. И слава Богу, я никогда не могу на кого-то даже посмотреть кривым глазом. Нигде у них никто не слышит. Они нигде не ходят и никого не ставят в сложное положение. Коррупцией не занимаются? Абсолютно. Все открыто. Антонина Михайловна тоже нигде не показывала, не брала на себя какие-то рули управления, как некоторые леди стараются и старались. Никто не видел ее, когда вы были президентом? то есть в этом плане я могу сказать, что я счастливый человек. И в семье, и в политике. Да, сложно было. И там, и там. Не все было гладко. Просто может кто-то скажет, что у нас все, ой, ну, бреши. Может, то единица, и то, это мог сказать, скажем, Штейн. Условно. Потому что он жил только науко. И он даже, когда шел на работу, он удаст туфли один черный, один желтый. Ну, и все было относительно. И когда ее спросили, что такое относительно, я не знаю. Я плохо знаю, говорит. А тут ничего не знает, кричит, рвется рубашку, он все знает. Вот сравни культуру. Да. Дух. То есть срезал людей. Ну, конечно, пример Ренсейна тут не подходит, потому что это, как говорится, до Киева раком. Леонид Макарович, я очень благодарен вам за прекрасную беседу, как всегда. Я напоследок хотел бы попросить вас спеть и рассказать анекдот. Причем сначала рассказать какой-нибудь анекдот, а в конце, зная, что вы любите петь и красиво поете что-нибудь акапельно. Ну, петь-то я люблю только народные песни. Прекрасно. Ну, давайте с анекдота начнем и споем в конце. Анекдоты, ну, разные бывают анекдоты. Были же много анекдотов обо мне. О! какой самый любимый у вас? этот межкрапельками. Значит, приезжает Кравчук на службу, офис, на улице дождь, охрана открывает дверь, берет зонтик, говорит, Лен Макарович, дождь, Кравчук отклоняет зонтик, говорит, я пройду между крапельком. Конечно, это такой, но он придает мой характер. Почему я к нему отношусь так с юмором, но это факт. А таких анекдотов я знаю много, но это только для... Лучше межкрапельками, правда, чем расстреливать свой народ, красть деньги, участвовать в коррупции и так далее. Межкрапельками это попытка слышать всех. Да. Вот о чем идет речь? Да. Запад, восток, центр. Попытка объединить политикой не словами, не закликами, а политикой. Объединить всех и строить Украину. И это украинский характер передает, правда? Да. И строить Украину и верить. Вот главное, что мы ее построим. А тот, кто каркает, что Украина не доживет, я ему могу пожарить только одно. Типун ему на язык. Леонид Макариш, и теперь песня. Ну, давай один куплет. Когда человек в возрасте, голос немножко меняется. Я же пел в хоре университетском. То есть, я любил петь, когда в селе мы в вечера мы собирались. Любил петь. И у меня мать имела хороший голос, и, наверное, я немножко, ну, мне очень был хороший, ну, я взял немножко. Ну, пел я лучше, потому что силы были более такие, грудь была молодая, голос молодой, энергия молодая, сейчас все же по-другому. Ну, я вот попробую спеть песню «Ой, чей-то кинь стоит». Ой, чей-то кинь стоїть, девенька гривенька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчиненька. Не так та дівчина, як біле личенько. Ой, боже, дівчина, подай же дівчину, подай же рученьку, подай же рученьку. Я хочу, сьогодні вважаю, що це дуже важливо сказати в данном разі про тебе, Дима, і про вашу родину, тому що дуже складний час живемо. Кожна людина, кожна родина сьогодні несе таку ж відповідальність за державу, як і влада, яку ми обираємо. Тільки одні цю відповідальність розуміють, а інші – не дуже. Тому я почну з того, що ти, дружина і ваша родина, яку я знаю, вміють не просто закликати, не просто оцінювати, що відбувається, не просто формулювати, а нести відповідальність за те, що є тут, в Україні, і за те, що ми кожен робимо. Я нещодавно говорив про ваше інтерв'ю з Гіркіним і з іншими. Я висловив тоді свою позицію і вважаю, що оце інтерв'ю, одне інтерв'ю, більше нічого не брати, те, що ти зробив, нічого більше, то це вже можна було б сказати. З цього інтерв'ю є портрет Гордона, ось він. Він патріот, він любить Україну, і він хоче, щоб Україна була єдиною, щоб не було боротьби між різними політичними силами і не було безпідставних звинуважень, очорнень і взагалом політики, яка нас просто не тільки розділяє, а робить ворогами інколи. Це перше. Друге, оця жива історія, ці книги, які ти видаєш, спогади, жива історія сучасників і інтерпретація тих людей, які жили колись в сучасному світі. Були свідками. Як вони сьогодні думають про те, що було, і як вони сьогодні оцінюють те, що є? Це надзвичайно цікаво. Пройшло 30 років, допустимо, а людина оцінює, а була, як оцінювати. От є, я дивлюсь, вони не змінюються. Вони як були людьми, так і залишаються людьми. Тобто вони живуть не чужими думками, не чужими формулами, не нав'язаними стереотипами, які часто породжуються не тут, а за межами тут. Тому я дивлюсь на цих людей, і на тебе, і на дружину. Я говорю, так, коронавірус – це важливо, мить руки. Але ще важливіше, кожен день мить серце, душу і мізки. Мить. От коли ти розумієш, що їх також треба мить, тому що все забруднюється, мить вірою, мить силою, мить надією, мить вірою велико. Ідея любов і істина – три підпори, на яких стоїть людина. Три. І от якщо ці три підпори працюють разом, людина може сказати, що вона щаслива, і що вона для України робить багато, багато і багато. От я хочу сказати, що ви щасливі, ти, дружина, всі діти ваші, яких я бачив і знаю, ну всіх знаю, власне кажучи, і твоїх друзів знаю багатьох, які зустрічаються не просто так, для них є, дуже важливо, не сказати, ці зустрічі – це спроба піднятися в духовному трошки вище. Говорить не про прости, приземлені речі, а поєднувати красиві анікдоти, навіть сочні, але з високим розумінням значення людини, де вона живе, що робить і як живе. Тому я хочу, вкористовуючись цей момент, подякувати вам, що ви робите для України. Дякую, я не дамагато. Тому що я відверто скажу, моїй вік, я багато бачив в своєму житті. І я вже на кожну людину дивлюсь, як на механізм. От я інколи себе зупиняю. Це ж людина. А я її як колесико в механізмі боротьби за краще життя. От якщо взяти ваш частинки цього механізму, цих колещат, які крутяться як в годиннику, то ви знаходитесь на першому ряду цих колещат. Дякую вам, Леоніду Макаровичу. Це дуже хвилююче, те, що ви сказали, але я завжди пам'ятаю, що це відбувається лише завдяки тому, що в 91-му році ви взяли на себе сміливість і привели Україну до незалежності. В іншому разі нічого такого не відбувалось, бо я в цьому переконаний. Це історія така в широкому плані. А от пройшло скільки років, і, на жаль, є люди, які за цей час самі не змінились, навколо себе нічого не змінилось. Є вище за все, писав Гьоте, ніякі армії, нічого не можуть. Найвище – це ідея. Час ідеї, він каже, настав. От для нас всіх настав час ідеї, а не час грошей. Це саме прийде, як буде ідея. А коли немає ідеї, гроші перетворюються в пустишкою, яке можуть завести, куди? Заграти. В тому числі. З параплава високого рангу, з яхти, найдовшої, найшершої, прості, елементарні, грати. А ідея, якщо і заведе заграти, то ненадовго. Ненадовго, тому що будуть люди, які зрозуміють і визволять. І це почесно, в тюрми за ідею почесно сидіть. А за крадіжку не почесно. Бачите, те, що ви сказали, не сказав і гьоте. Ви висловилися краще за гьоте. Хай вам частить. Тому я дуже вдячний за те, що ми можемо хоч якусь частинку передати того, що потрібно мені. Антоніна Михайловна, є 85-й рік, такий вже солідний вік. Вона каже, Леоніда, ну перестань вже говорити. Перестань ходити, каже. Я кажу, я не хожу. Я по скайпу. Вибиваю з неї останні. Я ж кажу, вдома сижу. Так. Потім кажу, слухай, ну вона викладала в університеті, ну так, не просто так, щось знаю в житті. І я їй кажу, ну слухай, те, що я говорю, якщо навіть почує 100 чоловік і почне думати. Ти ж кажу, знаєш, Форда, який сказав, найскладніше і найважче для людини думати. Тому, каже, я так мало знаю людей, які вміють думати. Так сказав Форд, Генрі Форд, який зробив революцію автомобілебудування, так. Будування. Ну, кажу, вийшли, ну я говорю, думаю, стараюсь передати свої думки, в тому числі і твої. Вроді так закривається. Тобто, я до чого, кожна людина до самого кінця свого життя, якщо може, повинна робити добро. Якщо не може робити добра, сиди вдома, сиди вдома, ну, зроби хоч одне добре, зрозумій, що ти не вмієш робити добра. І все. І, як говориться в Україні, стулеписок. Друзі, я благодарю за гостеприємство, лучшую гостиницю України, київський премьер-палас. Замечательний отель, в котором нам всегда рады. Посмотрите, какая красота! на екран. Поросі,